Стадион «Звезда» перейдет в краевую собственность. Кроме того, объекты получат деньги на ремонт из регионального бюджета. Более трех миллиардов долгов за тепло. Поставщики совместно с приставами вышли в рейд по неплательщикам. Главный приоритет «Безопасность» компания «КНАУФ» показала инновационные решения на межрегиональном архитектурно-строительном форуме. Новости при Камине НРБК, в студии Рустам Багизов. Здравствуйте. Пермский стадион «Звезда» перейдет в краевую собственность. Об этом заявила заместитель министра спорта Пермского края Татьяна Чеснокова на заседании комитета Краевого Заксобрания по развитию инфраструктуры. В настоящий момент объект находится в безвозмездном пользовании регионального центра спортивной подготовки и сейчас решается вопрос о передаче стадиона из муниципальной собственности в краевую, отметили в Минспорта. Изначально центру стадион передали в прошлом году, до этого объект находился в безвозмездном пользовании Амкара. На том же комитете депутаты выделили почти 17 миллионов рублей на ремонт стадиона «Звезда». Эти средства предназначены для замены футбольного поля и ремонта системы полива. Расходы были предусмотрены еще в прошлом году, но их не успели законтрактовать, отметили в региональном Минфине. Зануженность пермяков за тепло превышает 3 миллиарда рублей. О таких цифрах заявляют сами поставщики. Совместно с судебными приставами они устроили рейд по злостным должникам. Подробности у Татьяны Александровой. У вас общий долг перед Пермской сетевой за тепло и горячую воду на сегодняшний день 276 тысяч. Вы знаете, да? Да, да, да. Ежемесячно в квитанции вам приходит. И таких злостных неплательщиков, как и этот собственник квартиры в Перми, к сожалению, еще много. На сегодня за тепло и горячее водоснабжение пермики должны порядка 3 миллиардов рублей. Энергетики вынуждены применять крайние меры. И теперь даже небольшой долг может привести к большим проблемам. Судебные приставы совместно с сотрудниками тепловой инспекции «Энергосбыт плюс» выходят в рейды по квартирам должников и проводят аресты имущества. Самый действенный способ – это арест имущества. То есть именно изъятие его. Не оставление на ответственное хранение, а изъятие имущества. Должник сразу находит деньги и старается в кратчайшие сроки заплатить долг. Кроме того, сегодня должники могут лишиться не только имущества, но и возможности пользоваться горячей водой. Сотрудники тепловой инспекции в ходе рейдов проводят опломбирование вентилей ГВС. Стоит отметить, что порча пломбы влечет за собой административную ответственность. Вернется вода только после полного погашения задолженности. Не все понимают важность процесса, но все хотят, чтобы была в доме горячая вода, и, соответственно, всю зиму грели батареи. О том, что задействованы тысячи людей, не все часто об этом задумываются. Сейчас мы предпринимаем даже такие крайние меры, как ограничение подачи ГВС. В частности, даже на тех, кто является с незначительными долгами, должником в несколько тысяч рублей. Энергетика рекомендует не доводить дело до крайних мер и не ждать, когда у вас на пороге окажутся судебные приставы. Ладите за тепло и горячую воду вовремя, и это позволит вам сберечь ваш семейный бюджет и, самое главное, ваши нервы. Компания КНАУФ показала инновационные решения в строительстве на 8-м межрегиональном архитектурно-строительном форуме в Пельме. Повышение пожаробезопасности и акустического комфорта здания обозначены как главные приоритеты компании. Далее подробнее. Особый акцент предприятиям КНАУФ был сделан на применении в строительстве систем компаний, обеспечивающих высокую безопасность и акустический комфорт. Строителям и проектировщикам были представлены такие материалы, как аквапанель, акустические плиты, сапфир, которые, по мнению специалистов компании КНАУФ, являются прорывными в области пожарной безопасности, водозащиты и акустического комфорта. В последнее время очень актуальным стал вопрос именно пожаробезопасности. Мы все помним события Кемерово, мы все помним до этого, какие были трагедии. И компания КНАУФ старается ответственно и полностью понимая ту степень готовности, которую мы должны предоставлять в наших решениях, давать системы, которые позволят людям спокойно находиться в любом помещении и не думать о том, безопасно это или не безопасно. Завод в Кунгуре стал первым в России производственным предприятием КНАУФ. КНАУФ Гипс Кунгур поставляет собственную продукцию потребителям в 30 субъектах Российской Федерации, а также на экспорт в Казахстан, Киргизию, Монголию и Узбекистан. Пермское отделение компании КНАУФ является подразделением, обеспечивающим сбыт и продвижение товаров КНАУФ. В зону его ответственности входят Пермский край, Кировская область, Республики Коми, Башкортостан и Удмуртия. На архитектурно-строительном форуме компания представила комплектные системы КНАУФ для безопасной среды проживания, а также представила новые материалы для решения звукобезопасности и качественной отделки помещений. Донести до потребителей возможности по решению различных насущных проблем. Как было озвучено на открытии представителями органов власти, сегодня очень актуален вопрос о создании комфортного жилья. Поэтому мы предлагаем несколько решений для наших партнеров, потребителей по решению как раз-таки многих вопросов, связанных со звукоизоляцией, защитой конструкции от различных воздействий влаги, защитой теплоизоляции. Основной целью и задачей 8-го архитектурно-строительного форума является обзор и анализ ситуации на строительном рынке, демонстрация новых технологий и материалов в строительной индустрии и повышение инвестиционной привлекательности объектов строительства. Выставка проходит при поддержке Министерства строительства и архитектуры Пермского края, а также администрации города Перми. Пока это все. Больше новостей на нашем сайте. Также сюда в доступе телефон, редакция и наш электронный ящик. Оставайтесь на РБК.